Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 7 декабря, представляю вам взгляд на валютные пары евро-доллар и британский фунт, которые росли в последние недели, но сейчас подают первые признаки начала коррекционного снижения. Также пара доллар-иена пока колеблется в рамках бокового канала и тоже пытается начать рост, который пока плохо получается, но ожидания остаются прежними. Итак, давайте посмотрим подробнее. Евро вырос в соответствии с ожиданиями, отработав все поставленные цели. Как и предполагалось, рост действительно продолжился, причем даже несколько выше поставленных целей. При этом локальная коррекция к поддержке не состоялась, вернее состоялась не в полной мере. Пара остановилась на уровне 1.1931, откуда и продолжила расти, достигнув первую цель на 1.1998 и 1.2058, с выходом выше вплоть до отметки 1.2180. В данный момент пара прервала свой рост и, похоже, собирается начать коррекцию, о чем дают понять другие пары, которые отражают более четкий сигнал. К тому же цена достигла своей локальной вершины и есть основания для нормальной нисходящей коррекции. На актуальном графике на данный момент текущего снижения пока недостаточно для уверенного утверждения о начале коррекционного снижения, поэтому необходимо закрепление в нынешней области с формированием заходного нисходящего импульса. Это станет возможным в случае, если котировки смогут совершить ретест сопротивления на уровне 1.2174, последующий отбой от которого уже может нацелить пары в район между 1.1998 и 1.1931. Отмена текущего сценария состоится при пробое сопротивления и росте выше разворотного уровня на 1.2215. Ну а вот британский фунт пошел по ожидаемому сценарию, пара действительно продолжила рост и с некоторыми откатами достигла обе предполагаемые цели. При этом попытка протестировать поддержку на 1.3268 не увенчалась успехом, каждый раз цена останавливалась, не доходя до уровня несколько пунктов, после чего в рамках восходящего движения с обновлением локального максимума достигла цели сначала на 1.3421, а затем прошла и до 1.3510. В моменте котировки прошли несколько выше этого уровня, отметившись в районе 1.3540, но после неудачной попытки закрепиться уже сегодня начала стремительно снижаться. Это дает основание для утверждения, что на данный момент восходящее движение может быть завершено и началась нисходящая коррекция. И вот на актуальном графике в данный момент с учетом темпов снижения можно ожидать локальную попытку восстановления, пределы которого могут лежать в районе уровня сопротивления на 1.3357. При таком развитии событий последующий отбой способствует подтверждению намерения продолжения нисходящего движения, ближайшие цели которого лежат в области 1.3170 и 1.319. В свою очередь отмена сценария состоится при росте выше разводного уровня на 1.3421. Ну и вот сценарий на рост в паре с японской иеной не был реализован, точнее его реализация заглухла на полпути, ожидаемый восходящий импульс вроде бы начался, однако в районе 1.470 в очередной раз этот рост полностью прекратился, после чего котировки начали снижение, преодолев отметку на 1.418 и снова опустившись к уровню 1.371. Общая ситуация остается неопределенной, однако пара после ретеста уровня 1.371 опять отскочила от него, что подтверждает его в качестве сильной поддержки, и сейчас цена пытается восстановиться в очередной раз. Прежний сценарий остается в силе, во всяком случае до тех пор, пока не будет полностью отменен. Ну и вот на актуальном графике подтверждением намерения на рост должен стать успешный отбой от уровня 1.371 в случае его ретеста и уверенность закрепления выше ключевого уровня на 1.10418. В этом случае появится шанс на последующий импульсный рост, цели которого могут лежать в области 105.06 и 105.39. Отмена текущего сценария состоится при окончательном уходе ниже области разворотного уровня на 1.103.71. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев, и это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.